камера не писала микрофон это тупняк камера она не пишет что надо надо она пишет без проблем итак день 4 всех приветствую всем здоровьем начинается день у нас с пробочки едем мы на плющиху 11 11 а сыгра непонятно зачем мы едем ну ладно что-нибудь узнаем может быть мы будем ехать ну точнее будем пока стоять будем стоять дальше в пробках как вас туем против произвала как доберемся так и доберемся ну то просто еще одно включение и посмотрим вообще что даст нам день сегодняшний вот мы дыхали наконец-то вот здесь надеемся получить какую-то информацию ну чтож сейчас пообщаемся что-нибудь узнаем ну и расскажем что из этого получилось у нас мне никто не объяснил куда ехать и показывать автомобиль в исправленном в исправном состоянии что я все это снял в общем я съездил в мототрейер и в мототрейере благополучно был послан ваш батальон сказали они выписали пусть разбираются я вчера с дежуркой с вашей разговаривал стали ну мы не знаем что делать но при приезжайте я приехал на машину или на себя по себе у себя в право могу запрещенную предметы оружие и чувство чувство проверить обязательно не сказали кому-то наверное из вас смотрите мне выписали вот такой страх ваши сотрудники толком не объяснили что мне делать кроме этого это понятно и все снять все что там написано я исправил позвонил я уже всем позвоню я не знаю сидишь срок идет я вчера звонил да 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 но я там был послан я во всех мототрейерах был послан сказали вот что сотрудники что у спецбата выписали вот пускай разбирать пускай смотрят машину у нас никакого дела они сказали что у нас никакого дела нету вот пройдет десять дней к нам придет это делаем у вас автоматически лишаем учет без морочек это мне сказали в бутовском мототрейли на 50 лет октября не сказали у нас все легко и просто бумажку тогда можно как а если нет потому что я устранила я могу машину сказать могу фотографии показать вы первые кто поверили мне на слово все сотрудники дпс не верят мне на слово просто у меня уже есть прецедент что когда я был в мототрейле был мужчина которого также мы сказали оплачивай штраф и забудь об этом всего машина у нас в расстоянке стоит со снятыми номерами у него сотрудники дпс отобрали эту машину я же не первый такой как это все происходит это же идиотизм честно говоря оплатить то я плачу время то есть полно машину разбирал бегал запчасти искал оригинальные даже дела в принципе не направляются что иди с миром оплачивать так ну что поход завершился завершился как и предполагалось ничем все там те сказали вообще мне сказали что у меня не будет проблема если заплачу штраф дело не будет никуда передано в мототрейле ездить не надо в общем можно ездить и наслаждаться ну то есть все это было сказано на словах исключительно чтобы я вышел из кабинета наверное да чтоб ты только ушел чтобы не беспокоил их больше вот так прошло наше утро собственно ну и на этом сегодня все до новых встреч и 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